Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергея Медведев. Спасибо дружественной службе новостей за анонс нашей программы, но с одной небольшой поправкой. По понедельникам, как всегда, у нас ведущих двое. И мой соведущий, редактор отдела комментариев, газета «Ведомости» Максим Трудолюбов. Добрый вечер. Мы сегодня говорим... У нас сегодня высоко актуальная тема. Мы обычно стараемся уходить от новостной актуальности и уходить глубоко в проблемы. И что мы и сегодня будем делать. Но у нас есть новостная ценность нашего общения сегодня. В гостях у нас Владимир Ашурков, исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Алексей Навальный у нас в центре событий сегодня. Сегодня мы выдохнули и вроде бы узнали, что все прошло пока без ареста. В общем, будем откровенны. Весь интернет переполнен безумными гаданиями на предмет того, какая мера пересечения будет. Тем не менее, мы, конечно же, обсудим новостную часть. А потом перейдем, чем скорее, тем лучше, собственно, к сути дела. Напомню, что Владимир Ашурков опубликовал в «Ведомостях» пару недель назад статью, которая представляет собой нечто такое, как такое введение в программу действий возможного будущего правительства. Для меня это разговор о том, что будет после Путина. Там этого не написано, это я от себя говорю. Мне кажется, что нам важно, это такая как бы игра, это мысленный эксперимент. Ничего страшного в нем нет, мне кажется, и это даже важно и полезно. Подумать о том, что мы можем делать, как мы можем мыслить будущее нашей страны, когда институты будут другими, когда можно будет действительно заниматься экономикой, когда можно будет думать о том, что суды действительно будут независимыми, о том, что парламент будет парламентом, о том, что чиновники правительства будут именно чиновниками правительства, ответственными строго за те сферы, которыми они занимаются, и не будут при этом, к примеру, скрытыми бизнесменами. В общем, вот об этих будущих временах и о тех действиях, которые мы можем, сможем предпринимать, собственно, и написал Владимир, к этому мы и обратимся, обсудив в начале новости. Ну да, Владимир, вот, собственно, интернет полнился, это хроника объявленного ареста. Как сегодня написал Алексей Навальный, пришел в логово чешской разведки. У себя в твиттере. Ну, так пока что чешская разведка не дала, да, никакого знака, что и как будет дальше. Ну, добрый вечер, спасибо за возможность участвовать в этом эфире. Да, действительно, предъявление обвинения Алексея перенесено на завтра. Есть разные сценарии того, какая мера пресечения может быть выбрана. От заключения под стражу, промежуточная мера, подписка о невыезде, совсем легкая. Это просто обязательство явки на допросы. Судя по тому, если бы хотели арестовать человека, мне кажется, нужно было это делать сегодня. И если бы это действительно было намерением, то вряд ли имело бы смысл, мне кажется, с точки зрения следственного процесса переносить на завтра. Так что посмотрим, но я смотрю с оптимизмом. А Алексей? Алексей вообще один из самых оптимистичных людей. Он очень бодро держится. И в частности, сегодня у нас работа, за исключением вот этих вот пары часов, которые он был в следственном комитете, кипела полным ходом. Вообще война с Бастрыкиным, она насколько сильно сейчас занимает ваше внимание? И есть ли такой факт? Потому что, конечно, как это все интерпретируется, это такая серия неких таких взаимных превентивных ударов, в том числе те вещи, те факты о бизнесе, о недвижимости, о видах на жительство Александра Бастрыкина, которые были опубликованы в блоге Алексея Навального? Ну, действительно, вот последние разоблачения, связанные с видом на жительстве и фирме в Чехии, это должно рассматриваться как очередное звено в некой цепи той информации, которую мы узнаем в течение последнего времени о главе Следственного комитета. Это и предание гласности истории, как он угрожал пистолетом в 2004, по-моему, году. Собачьи Собачникова. Да, прохожему с собакой. Это и история с журналистом «Новой газеты», который был выведен в лес, и где состоялся разговор с угрозами. И это последнее звено в цепи. И, да, для господина Бастрыкина фигура Навального уже стала, мне кажется, такой целью личной вендетты. Мы видели на Первом канале, как он выступал. Я очень, как бы, мне отрадно, что Алексей и наша команда может находить вот такие вот новые, новую информацию. И нам есть что ответить на вот те высосанные обвинения, которые есть по Киров лесу против Алексея, на вот это дело 6 мая, над которым трудятся сотни следователей, но которое пока приводит лишь к достаточно необоснованным арестам. У нас есть конкретные факты, которыми мы можем бить вот эти вот обвинения, и хотя бы что-то сопоставимое. Как вы считаете, это последнее обвинение Бастрыкина ослабляет его позиции в том, что он пытается, так сказать, ну, как говорится, сшить дело 6 мая и с Навальным, и вообще со всеми фигурантами этого дела? Большой некий мегаполитический процесс, который его позиции в нынешней системе власти укрепит. Я не думаю, что эти последние факты можно как-то напрямую связать или противопоставить вот там делу 6 мая, но, безусловно, они показывают лицемерие и Следственного комитета, и текущего режима, когда проводится кампания против НКО как иностранных агентов, в то время как мы видим, что люди, которые занимают высшие посты в государственной власти и в правоохранительных органах, сами не прочь иметь недвижимость, иметь вид на жительство за рубежом, и что, безусловно, делает их довольно уязвимыми с точки зрения различного рода иностранных интересов. Ну, а вас не смущает, что вы, в принципе, избрали тактику такое вот око-за-око, как бы, и борьба приобрела такой вот почти что личный характер с Бастрекиным. То есть меня тут настораживает слегка эта ситуация, поскольку личное может перевесить суд дело, не опасайтесь вы, Владимир. Ну, как вы знаете, Алексей и наш фонд занимаются расследованием самых разных коррупционных преступлений, от больших до маленьких, и Алексей не боится предавать факты злоупотребления или подозрений в коррупции относительно самых высших чинов государства, мы знаем, и фигур бизнеса, мы знаем о Шувалове и огромных доходах, полученных от крупных российских бизнесменов, мы знаем дело Виксельберга и здания Венгерского тортокруппедства. Так получилось, что господин Бастрыкин в последнее время у нас в свете прожекторов. Ну, у нас есть и другие цели. Есть и другие цели. Ну что, Максим, перейдем уже, наверное, тогда к обсуждению по сути программы. Хотя вот я не знаю, я вот так сказать обмолвился сейчас программа, статья действительно большая, и множество комментариев было на сайте ведомостей. Но вот Максим в своем вступительном слове назвал это мысленным экспериментом. Я сейчас это назвал некой программой. Что это такое? Это действительно некое умозрительное такое мечтание по поводу за все хорошее против всего плохого, или здесь есть какие-то программные моменты, которые вы хотите от имени, я не знаю, той силы, которую представляете? Ну, я начну немного издалека. Для того, чтобы нам повлиять на текущий режим, он сам ведь не изменится. У нас наша стратегия строится на двух принципах. Мы должны вводить систему из состояния равновесия, и для этого мы играем на нескольких шахматных досках. Это и участие в массовых акциях, это и расследование и придание гласности крупных случаев коррупции, это создание инструментов, таких вот сетевых, которые позволяют широкому кругу активистов участвовать в борьбе с коррупцией, например, через распил, в распространении правдивой информации через нашу программу «Добрая машина пропаганды». И кроме вот этого, назовем его условно, раскачивания лодки, мы хотим людям показать некую такую разумную, рациональную программу, как могла бы строиться альтернатива. И это включает в себя и какие-то новые идеи, новые персоналии, новые организационные структуры. И помимо Максима, которую Алексей в своей статье «Против коррупции», которая тоже в «Ведомостях» была опубликована, может быть, три месяца назад, Максима была «Не врать и ворвать», я хотел раскрыть несколько, что могло бы произойти достаточно быстро. То есть я хотел бы назвать ряд мер, которые, а, можно было бы сделать быстро, которые можно было бы сделать в условиях честных выборов, когда Дума, скорее всего, была бы очень поляризованная, вряд ли она была бы способна какое-то время, должен был бы пройти процесс притирки, президент мог бы проводить центристскую политику. И третье условие, что эти меры должны иметь определенный консенсус в обществе. Например, сложно говорить о том, как реформировать здравоохранение или образование. Допустим, по поводу ЕГЭ, на мой взгляд, это очень прогрессивная мера, там есть сложности, но, в принципе, наше общество поляризировано. Допустим, около половины за, около половины против. И вопрос реформирования, он достаточно долгий. А здесь я хотел несколько мер показать, которые были бы, по поводу которых был бы в обществе консенсус. Ну, то есть, если суммировать, то получилось, что вот в той первой программной статье Алексей из Кореи выступал с негативной программой, то есть, чего не надо делать, негативной в этом смысле, да, и как бы вот вообще раскачивание лодки — это негативная часть программы, а то, что вы попытались описать, это скорее позитивная, то есть, это попытка сформулировать вещи, которые будут делаться, то есть, это вот содержательная часть, и это, кстати, сразу скажем, самое трудное вообще во всякой политической борьбе, поскольку перечислить то, что плохо, и вообще идентифицировать недостатки всегда легче гораздо, чем выделять те позитивные шаги, действия, которые нужно делать. Вот, насколько я понял, вы постарались собрать вот вещи, да, которые вызывают наименьшие споры, да. То есть, точки найти, точки консенсуса, точки равновесия. То есть, как бы, тут, собственно, мысленный эксперимент как раз состоит в том, что мы представили ситуацию после честных выборов. С большой вероятностью после честных выборов мы получаем очень разрозненную, поляризованную думу, в которой есть, какие бы они ни были, но силы очень полярно настроенные. И вот в этой ситуации что-то делает исполнительная власть. Я вот что хотел сейчас, прежде чем Владимир ответит, понять. Вы здесь то ли обмолвились, какие-то противоречивые вещи сказали. С одной стороны, вы говорите, что хотите привести систему в состояние равновесия, с другой стороны, подписались под вот этим вот раскачиванием лодки. Так все-таки что? Такая долгосрочная, даже не долгосрочная, а краткосрочная стратегия, тактика? Раскачивание лодки через систему, я не знаю, различных сетевых взаимодействий, через массовые протесты или попытка некой... Как раз лодку не вы раскачиваете, а, скажем, ваши оппоненты? Эти два направления должны... одно без другого не будут работать. С одной стороны, если на текущий режим не давить, если не тыкать в него острой палкой, не раскачивать его, он вряд ли поменяется и начнет модернизироваться, и начнется какая-то либерализация. С другой стороны, если только раскачивать лодку, естественный вопрос, а кто, если не Путин, и в чем ваша экономическая программа? И не претендуя на какую-то полноценную большую экономическую программу, я был связан в том числе с форматом ведомостей, я хотел показать на нескольких простых мерах, как можно быстро изменить вектор развития нашей страны. Ну вот смотрите, здесь есть... Ну, во-первых, статью вы всегда можете найти на сайте ведомостей, и вообще по поисковому... любому поиску вы найдете. Статья называлась «Альтернатива есть». Здесь есть такие пункты, да, здесь есть армия, здесь есть государственная собственность, здесь есть избыточные регулирования, вопрос антикризисной, точнее, поддержки предприятий. В общем, это вопросы, которые не бросаются в глаза, как первоочередные, какие-то насущные. То есть, например, если бы меня спросили, что бы вы хотели... вот, если бы я бы рисовал такую программу, где-то близко к началу были бы все вопросы, связанные с правоохранительными органами и судебной системой. А вы явно, что намеренно оставили это для какого-то следующего разговора. Ну да, то есть, повторяйте, в этот вопрос, то есть вы обозначили именно точки консенсуса, которые, может быть, и не самые жгущие, но наиболее стабильные. Пара моментов. Эта статья не написана с позиции, вот я волшебник, у меня волшебная палочка, все, что я придумаю, немедленно можно будет воплотить в жизнь. Мы понимаем, что вопрос судебной реформы, реформы правоохранительных органов, он тоже сложный, и готовых рецептов, как все поменять, нет. И пропустить их через Думу будет достаточно сложно. Мне сложно говорить о том, что за один-два года мы добьемся каких-то реальных успехов в области реформы судебной и правоохранительной. И второй момент. Я все-таки скорее экономист, всю жизнь провел в сфере бизнеса, вряд ли я авторитетно могу что-то говорить по поводу судебной системы. В последнее время есть много на эту тему статей, какие могут быть несколько мер, чтобы судебную систему улучшить. Последнее, что я хотел спросить в этой части эфира, прежде чем уйдем на небольшой перерыв. Эту статью вы обсуждали с Алексеем Навальным? Это некое, как ваше какое-то консолидированное мнение? — Хороший вопрос. Наверное, подходы обсуждали, но все-таки это на 90% все-таки мое творение, мои идеи, которые я обсуждал, наверное, скорее не с Алексеем, а с другими экономистами, с которыми я и Алексей, и наши единомышленники в постоянном контакте. Ну что ж, напомним нашим слушателям, что у нас в гостях Владимир Ашурков, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией. Телефон наш студийный прямого эфира 65 10 99 6. Звоните нам и задайте те вопросы, которые вы хотели узнать о программе Алексея Навального, но боялись спросить. 65 10 99 6. Все, что вы хотите знать о Фонде борьбы с коррупцией. А мы уйдем на небольшую паузу. Добрый вечер. Снова мы программа «Археология». В эфире Максим Трудолюбов, Сергей Медведев. Как всегда, по понедельникам обсуждаем наиболее резонансные статьи в ведомостях и приглашаем их авторов. И сейчас у нас в гостях автор такой программной статьи под названием «Альтернатива есть» Владимир Ашурков, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией. 65 10 99 6. Телефон студийный прямого эфира. Позвоните нам и скажите. Алексей Навальный, с вашей точки зрения, программа, которая представлена в том числе Фондом борьбы с коррупцией, является ли это реалистичной программой для России, для грядущего развития России в той, собственно, идеалистической перспективе, которая здесь в этой статье была нарисована. Ну а мы продолжаем спрашивать, Владимир, собственно, главный пункт, как я понимаю, это досрочные выборы. То, с чего все начинается, тот фундамент, на котором ваша программа строится. Вы знаете, в этой статье я еще хотел показать людям, что борьба за честные выборы имеет смысл. И если мы добьемся этого, то вполне логично ожидать, что, вероятно, мы добьемся достаточно быстро за один-два года улучшений в экономической сфере. И я в этой статье говорю о том, что вполне возможен быстрый за один-два года переход на профессиональную армию. Да, да. Вот я как раз хотел, перейдя к какой-то конкретике, давайте на примере армии покажем, действительно ли можно быстро что-то сделать. Насколько реально. Особенно учитывая, что сейчас у нас отпустили оборонный бюджет, какой-то совершенно фантастический. 700 миллиардов долларов, да, у нас широкой рукой Путин на следующие 9 лет подписал. Да, в ближайшие 9 лет где-то 23 триллиона рублей, это свыше 700 миллиардов долларов. А ВВП у нас сейчас какой? Ну, порядка триллиона. Триллиона долларов? Триллиона. Ну, по-моему, да, по-моему, сейчас около триллиона. То есть 70% российского ВВП... Ну, подождите, там мы говорим на много лет, да? Нет, на 9 лет, да, но сумма сопоставимая с 70% российского ВВП, просто чтобы понять весь масштаб этой суммы. И вот в контрасте с этой суммой, суммы, которые нужно тратить для того, чтобы призывникам платить конкурентную зарплату, они там в год составляют 6, может быть, там 8 миллиардов долларов. В контексте российской экономики это вообще недорого. Это меньше 1,7 прибыли ежегодной Газпрома, это меньше половины прибыли Роснефти. В то же время преимущество, которое мы получим, как с точки зрения повышения боеспособности армии, так и с точки зрения устранения довольно уродливых социальных механизмов, как коррупционный откос от армии, перекос на рынке образования, когда молодые люди идут в УЗы за отсрочками или уезжают за границу, чтобы избежать призыва. Этого всего мы сможем избежать. Ну то есть вы просто как бы говорите, что ресурсы, которые необходимы на перевод... Россия легко сможет себе позволить за счет небольшого сокращения расходов на перевооружение перейти на профессиональную армию. И мы видим по статистике во всем мире, что при повышении благосостояния, когда уровень жизни переходит определенный предел, страны стараются перейти на профессиональную армию. Это более естественный, более экономически выгодный способ обеспечения безопасности страны. Но при этом вы понимаете, что здесь это кажется простая достаточно вещь и незатратная, но затрагивается сама сущность российского государства при переходе от корпоративного государства, государства частных интересов, к в данном случае интересу армейской корпорации, которая заинтересована в максимальных бюджетах, максимальном количестве призывников, в максимальном количестве откатов, генеральских дач и прочих вещей на рациональную контрактную систему. Именно так. Я хотел показать, что если выборы будут честные, мне кажется, большинство населения, безусловно, выступает за профессиональную армию. И это в том числе подтверждается тем, что профессиональная армия входит в качестве пункта программы практически всех партий. Тем не менее, мы видим, что в нашей стране ничего практически по этому поводу не делается. Программа привлечения контрактников проваливается, сроки перехода на профессиональную армию передвигаются все время. В то же время выкатывается огромная беспрецедентная программа перевооружений. И вопрос, на что лучше тратить деньги? — Из тех еще других вещей, которые в этом, вероятно, неполном списке есть, какой бы вы назвали столь же важным? Некоторые не бросаются в глаза, как очень важные. Вопрос, например, поддержки предприятий в кризисных условиях. Почему это важно? И в кризис были потрачены достаточно беспрецедентные средства на поддержку именно предприятий, в то время как, безусловно, было бы более экономически эффективно направить их на поддержку тех людей, которые высвобождались в результате увольнений, на их переобучение, на их перемещение. И сейчас мы видим, что в условиях такого вяло текущего финансового кризиса правительства рассматривает вопрос предоставления гарантий ряду крупных предприятий, которые попали в сложное финансовое положение. Это реально деньги из бюджета, это деньги из нашего кармана. Это поддержка не каких-то широких слоев работников, которые высвобождаются или которые теряют свои рабочие места, а это именно поддержка собственников. Зачем это делается, непонятно. Ну, то есть, как бы, вы говорите, у вас такая-то дилемма, да, либо поддерживать акционеров, да, собственников, либо поддерживать... то есть, либо поддерживать людей, то есть, дать предприятию обанкротиться, по сути. Именно так. Да, то есть, как бы, мы говорим о том, что в случае кризиса, вот, так сказать, вот это, в нашем мысленном эксперименте будущее некое правительство, оно будет за банкротство. Это нормальные механизмы. Неэффективные собственники, безусловно, должны нести риск и должны страдать, если они неэффективно управляют предприятия или если меняется конъюнктура. Вот тут я не знаю, насколько большинство граждан России у нас... Я боюсь, тут найдется масса людей, которые насторожатся. Ну да, вот, скажем, АвтоВАЗ. Представляете себе вот все эти предприятия, а у нас их много, конечно, которые там, ну, застряли в прошлом веке и как бы технологические, и как такие вот социальные, по сути, хабы. Но боюсь, что это не очень... Единственный вопрос, мы говорим о мерах, которые популярны, да? Эта мера, боюсь, не самая популярная. Мы понимаем, что структура российской экономики, она достаточно неэффективна. Много производств, которые неконкурентоспособны. И вот такими мерами мы, напротив, задерживаем прогресс, когда искусственно поддерживаем на плаву предприятия, которые в нормальных рыночных условиях не были бы конкурентоспособны. Да, их банкротство или закрытие, возможно, приведет к высвобождению трудовых ресурсов. Вот именно на то, чтобы людей поддержать здесь, платить им большие пособия по безработице, способствовать их переобучению, это, безусловно, более эффективная мера. Напомним нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня Владимир Ашурков, исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией, фонда Алексея Навального. Телефон наш студийный 6510996. Давайте так сформулируем вопрос. Позвоните нам и скажите, может ли Алексей Навальный и его программа, часть которой мы сейчас, так сказать, может быть, от Алексея Ашуркова слышим, стать дееспособной альтернативой для России? Да, вот статья Ашуркова называется «Альтернатива есть?». Ну, позвоните нам и скажите, является ли Навальной альтернативой для России? Ну, а я хочу вот что сейчас спросить. Вообще, вот подводя как бы под общий знаменатель то, что предложено в вашей программе, левая она или правая? Вы больше за государственное регулирование или, наоборот, за задействование механизмов рынка, дать обанкротиться, дать рынку сформировать профессиональную компетентную армию? В формировании вот такой экономической программы, пусть не полной, мне хотелось бы избежать ярлыков левая, правая, она больше государственническая или либеральная. Мне, наше государство очень неэффективно предоставляет услуги своим гражданам. И очень много можно сделать без наклеивания ярлыков, с тем, чтобы повысить эффективность экономической машины под названием «Россия». И мне хотелось сконцентрироваться именно вот на таких мерах, которые увеличивают общий пирог, а не на том, как этот пирог потом делить. — А как вы смотрите на ситуацию? Вот эти меры, о которых мы обсуждаем, они соответственно понятны. И это такой экономический мейнстрим. Это то, что мы найдем в учебниках, по которым учатся экономисты во всем мире. Здесь практически нет вещей, которые бы поразили бы своей новизной. Они в России новые, они в мире совсем не новые. Но, к примеру, чтобы вот, так сказать, прийти к той ситуации, когда мы действительно поддерживали бы, государство поддерживало бы работников, когда государство легко могло позволить бы себе, например, банкротить неэффективные предприятия. Поэтому, чтобы прийти к этой ситуации, нужно изменить гораздо больше, чем, так сказать, сменить одного человека в Кремле, или двух, или трех. Поскольку есть огромные интересы у людей. Есть реальные люди, которые не сидят в Кремле, а которые являются как раз владельцами предприятий российских больших холдингов, которые, безусловно, выигрывают от этой ситуации. И, прежде всего, их интересы как раз и стоят на пути более грамотного управления российской экономикой. Как вы мыслите себе этот процесс? Это не вопрос только одной, так сказать, нажатия некой административной кнопки, согласитесь. Мы сейчас говорим о деловой элите. И мне кажется, общее место, что текущий режим с точки зрения эстетической и моральной, подавляющему большинству людей в этой элите не нравится. С другой стороны, экономически они приспособились к текущей системе и чувствуют себя достаточно неплохо. Но мне кажется, бизнесмены больше и лучше, чем кто-либо другой в нашем обществе понимают все недостатки существующей системы. Это и коррупция на всех уровнях, это и избыточное государственное регулирование, это избыточное присутствие государства в экономике с точки зрения собственности. И они понимают, что если политический режим будет идти в сторону дальнейшего закручивания гаек, скорее всего, это неизбежно повлечет за собой снижение доступа российских компаний на международные рынки капитала. Это будет напрямую негативно влиять на долгосрочные экономические интересы людей. И хотя в краткосрочной перспективе они, наверное, боятся как-то открыто, может быть, выступить против существующего режима, но тем не менее, я думаю, они понимают, что в долгосрочной перспективе этот режим также негативно влияет и на экономические их интересы. Вот Максим здесь действительно очень интересную тему затронул. Вот позвольте ее так провокативно сформулировать. Банкиры и Болотная. В какой степени вот это все протестное движение зимы 2011-2012 года было поддержано? Ведь вы же пришли из такого крупного финансового сообщества, с позиции топ-менеджера в ряде крупнейших наших корпораций. Насколько вот ваше настроение, насколько все это поддерживалось, вот ты не знаю, верхним сообществом? Ведь люди-то в какой-то степени бенефициары этого режима. Ну, то есть мы говорим о... То есть я подозреваю, да, вот когда вы говорите, Владимир, что бизнес-люди должны быть заинтересованы, да, поскольку есть понятные проблемы у тех, которые ориентированы на западные рынки, к примеру, тех, которые хотели бы получить доступ к финансированию, но далеко не все, да, хотели бы получить доступ к западному финансированию, подозреваю, да, или все. Ну, то есть есть значительная часть бизнеса русского, для которого вот нынешняя конфигурация политическая является просто идеальным, идеальным режимом, в котором они процветают, производят свой... Ну да, и вот это вот раскачивание лодки, вот еще раз, действительно, банкиры и болотная, да, какая здесь, есть ли коллизия? Мир не черно-белый, и мы видим, что люди из деловых кругов все больше и больше поддерживают противостояние текущему режиму по нескольким направлениям. Мы видим, что крупные бизнесмены, белые воротнички ходят на массовые митинги и акции протеста, более того, они там, наверное, составляют большинство. Мы видим, что ряд людей переходит более активно и помогает каким-то оппозиционным действиям и движениям. Здесь мой пример, Ксения Собчак, это бизнесмен из шоу-бизнеса, она тоже ей надоело этот режим, она более оппозиционную позицию занимает. Давайте возьмем пример нашего фонда. Мы объявили какое-то время назад сбор средств в фонд с тем, чтобы люди открыто могли заявить о том, чтобы мы потребовали более того, чтобы они открыто заявили, что они нас поддерживают. И в течение короткого срока мы смогли найти 16 человек, с помощью которых мы получили первые деньги на функционирование нашего фонда. И я думаю, что этот тренд, он будет только усиливаться, эффективные проекты в области, ну, оппозиционные, которые представляют какую-то альтернативу, как, например, наш фонд, они будут все больше и больше получать поддержку как организационную, так и финансовую от деловой элиты. Еще раз хочу озвучить наш вопрос. Представляет ли Алексей Навальный, его фонд, реальную альтернативу нынешней России, сегодняшнему российскому режиму? Телефон наш 65 10 99 6. Представляет ли Навальный реальную альтернативу? Ну, а я хотел бы спросить, вот, не знаю, такая довольно была интересная, но и странная статья в журнале «Эксперт» в прошлом выпуске, установочная, программная, которая говорит буквально следующее. Опершись на поддержку рабочего класса, российская буржуазия однозначно ответила на претензии радикальной оппозиции. То есть там как раз вот этот вот водораздел проводится, с одной стороны, между вот этой радикальной интеллигентской столицей и столичной оппозицией, с другой стороны, новая российская буржуазия, которая заинтересована в сохранении прав собственности, и вот идея общероссийский народный фронт, и нынешняя российская власть обеспечивает ту самую стабильность с опорой на рабочий класс и буржуазию. — В смысле? Насколько вообще это... — Насколько реалистичную картину рисует? — Да, рисует журнал «Эксперт», ну, со своими... — То есть Татьяна Гурова, да? — Да, Татьяна Гурова, по-моему, и Рогожников. То есть, ну, со своими, собственно, политическими пристрастиями журнал «Эксперт» понятен, но вот насколько можно подписаться под таким заявлением? — Ну, если коротко, я просто, я статью читал, меня поразило, что Йокашин просто разбрасал по интернету, я потратил 15 минут жизни на чтение довольно длинного текста. Мне показалось странным, что он сочетает в себе, по-моему, несочетаемое марксистскую терминологию, и, в общем, в целом марксистскую такую матрицу в отношении к историческим процессам, и при этом, при этом, как бы, это марксизм поставлен на службу буржуям. То есть, это писал марксист, которого заставили вместо пролетариев, как бы, служить буржуям, что, как бы, странно, вот, и там, потому что весь пафос, что настоящая революция, это как раз путинская революция, он во главе буржуазии, буржуазия сейчас, вот, обеспечивает свои интересы, и она подружилась с пролетариатом, и, вот, идет вперед. То есть, это революция Путина. Они, как бы, постарались показать совсем другую картину, чем ту, которая... В общем, это такой вот своеобразный, такой интеллектуальный... Кунштюк. Да. Да. Более, более там ничего я не вижу, в общем. Ну, да. Телефон наш, студийный, прямого эфира, 651099,6. И в самом деле, чья это революция? Революция Путина или вот эта вот болотная революция, которая может стать революцией Навального? Может ли Алексей Навальный стать реальной альтернативой Путину? Звоните нам и скажите 651099,6. Мы продолжаем наш разговор с исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Владимиром Ашурковым. Владимир, немножко вот хотелось о вас, об вам, о вас. Собственно, такой переход очень интересный. Во многих интервью говорили, но все равно очень интересно было бы послушать вот ваш переход от успешного, великолепно образованного, хорошо зарабатывающего инвестбанкира, вот такой вот переход в оппозицию, в неоплачиваемую должность в фонде Навального. Это зов сердца или стратегический расчет? Ну, я с Навальным сотрудничаю где-то два с половиной года. Какое-то время мне удавалось успешно совмещать сотрудничество с ним с работой в Альфа-групп. И мои руководители знали о том, что мы с Алексеем дружим, и я ему по каким-то вещам помогаю. В какой-то момент они сочли для себя, что это стало невозможным, и слишком большие политические риски для компании несет. У меня к ним претензий нет. Моя личная точка зрения на это, мне в нашей стране многое, что не нравится. И я долго пытался найти какую-то точку приложения своих усилий с тем, чтобы как-то хоть немножко повлиять на то, чтобы наша страна как-то изменила свой вектор, куда она движется. И вот за счет своей работы с Навальным я понял, что эта деятельность эффективна. Мне кажется, он наиболее эффективный человек, который предоставляет альтернативу. Он с практически ничтожными ресурсами заработал себе политический капитал. Наверное, это является фактом наиболее авторитетного оппозиционного политика. И я рад, что я в его команде, я помогаю расширить нашу деятельность. Вот если говорить о фонде, который сейчас является центром, я вижу реальный рост. Я вижу то, что полтора года назад у нас было 5 человек в офисе, а сейчас у нас 15. И сейчас мы полностью финансируемся за счет публичных пожертвований. Российских? Безусловно. Мы принимаем деньги только от российских физических лиц. Что важно в наше время. Является ли Алексей Навальный альтернативой Путину? 65, 10, 99 и 6. У Дмитрия вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте. Не столько является ли Навальный альтернативой, а вот у меня встречный вопрос. Вот смотрите. Насколько я понимаю, одна из претензий людей на Болотное было о том, что нет четкой процедуры сменяемости власти, которой можно доверять. И если у нас ослабнет власть Путина или Медведева внутри их группировок, если так можно выразиться, то не ждет ли нас проблема в стране с дворцовыми переворотами из-за того, что именно процедура сменяемости власти, она не отлажена, она как-то инкапсулирована внутрь власти, и мы не можем на это никак повлиять. Будут просто проблемы из-за того, что, ну, грубо говоря, там знать, будет крыться между собой, строить интриги, когда царь ослабеет. Спасибо. То есть Россия фактически не выдержит демократических выборов, по сути. А, извините, сорвался. Да, ну, вам вопрос, собственно, Дмитрий. Ну, мне кажется, чем дальше режим бронзовеет, чем дальше он церемонтируется, тем сложнее, безусловно, будет восстановить вот те институты обратной связи между обществом и государством, которые в нашей стране узурпированы, или замены имитацией. Это честные суды, независимые средства массовой информации, выборность власти. Чем скорее мы добьемся этого, хотя сейчас не очень понятно, как это делать, тем быстрее все пойдет на лад. Является ли Навальный альтернативой Путину? 65, 10, 99, 6. Олег. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, дело в том, что, мне кажется, альтернативы Путину на самом деле нет по одной простой причине. Вспомните начало, когда пришел Путин. Более-менее бы, ну, либеральные государства. Потом стали закручиваться гайки. И так происходило постоянно. Потом пришел Медведев. Он был, ну, скажем правильно, составленник Путина. И Путин понимал, что после Медведева он опять встанет у власти. Вы что думаете, Навальный или еще кто-то другой может сломить эту систему? Ну, это просто смешно, по-моему. Спасибо. До свидания. Спасибо. Ну, вот из Сирии бодался теленок с дубом. Что скажете, Владимир? Россия никогда не жила так хорошо, как сейчас. Уровень жизни сейчас у населения, в принципе, постоянно растет. И по мере того, как какие-то базовые потребности людей наполняются, они, безусловно, требуют больше свободы, больше гражданских прав, больше политического представительства. Это просто, ну, законы развития общества. И хотя сейчас мы видим, что текущий режим очень силен, и в краткосрочной перспективе они могут делать все, что угодно. Принимать одиозные законы, бросать в тюрьму без каких-то на то оснований активистов. Но законы развития общества, они говорят о том, что это так долго и вечно не будет. И я, в свою очередь, рад, что я какие-то делаю попытки повлиять на то, чтобы это изменилось. У вас есть представление такое временное? Вот вы видите, ну, о каком сроке мы говорим? Сколько лет отпущено режиму? Это может быть 6 месяцев, это может быть 6 лет. Мы делаем то, что считаем важным, и, мне кажется, прагмонозы здесь не имеют большого смысла. 65, 10, 99 и 6. Является ли Навальный реальной альтернативой Путину? Наталья. Здравствуйте. Я, во-первых, хотела бы выразить свое почтение Владимиру Аршаловскому за его работу и за его непростой выбор. Но, во-вторых, сказать, что почему, собственно, нет. Если вот в настоящем, может быть, потом будут другие какие-то варианты. Сейчас, да, я считаю, что это альтернатива, поскольку, ну, я не верю в то, что существующее правительство может привести Россию куда-нибудь, кроме коллапса. Не верю, что наши руководители собираются прожить остаток жизни именно в России, а не где-то в других, более стивилизованных странах вместе со своими детьми и внуками. Спасибо. Спасибо, Наталья. Ну, и еще один звонок возьмем. Является ли Алексей Навальный альтернативой Владимиру Путину? Андрей. Здравствуйте, я в эфире. Да-да, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вот ваша девушка спрашивала меня. Ага. И все. Я еще раз. Ну, не так. Даже если кто-то в Альтернативе не понимает. В Альтернативе, да, сможете понять вообще. Чего я не слышу? Ну, не знаю. Ой. Он спокойно забил, как желание хочу. Андрей, очень плохо вас, к сожалению, слышно. Не знаю даже. Попробуйте, может быть, перезвонить еще раз. Примем ваш звонок. Но вот так, так сказать, то, что... Ну, да, можно чуть-чуть додумать, да, то, что было сказано, мне кажется, в том направлении, что власти в России могут себе позволить не обращать внимания на процессы в обществе, не реагировать, не модернизировать экономику, поскольку у них есть один большой источник дохода, которому... доступ к которому они целиком контролируют, и который является для них такой вот ресурсной базой. Вы, Владимир, вот что думаете об этой ситуации? Это ведь ситуация, которая создает такую очень длительную, очень долгосрочную проблему именно для перехода, поскольку, как бы, вот история множества стран, она показывает, что существование одного большого, как бы, пирога, доступ к которому контролирует элита... Нефтяного, да, Максим? Ну да, в данном случае, да, нефть, 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 в нашем случае нефть, газ, металлы, экспорт леса, например, тоже. Это все большие очень такие куски национального богатства, которым, в общем, доступ к контролирую. Это главное, да, и сконцентрируешься на контроле вот именно этих вещей, правительство, власть может существовать достаточно долго, не обращая внимания на процессы в обществе. Что вы думаете, Владимир? Ну, этот контроль мы видим, он укрепляется на протяжении там последних лет и последние годы Россия была бенефициаром вот этих вот огромного роста цен на сырье, на основные пункты экспорта России, но мы видим, что оппозиция, режимы, протестная активность растет. И мне кажется, ресурсы экономические, которые можно тратить на то, чтобы повышать довольствие военнослужащим, увеличивать пенсии, другие социальные выплаты, они в значительной степени исчерпаны. Бюджет сводится в ноль при все большей цене на нефть. Я думаю, что эти резервы близки к исчерпанию. Ну, вот сейчас, говоря уже ближе к концу нашего эфира, напомню, что у нас в гостях исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков. И еще раз напомню, телефон наш прямого эфира 651099,6. Позвоните нам и скажите, является ли Алексей Навальный реальной альтернативой курсу Владимира Путина 651099,6? Владимир, такой вопрос. Вот оценивая возможность перспективы перемен в России, откуда вы все-таки ждете больше? Сверху или снизу? Или сбоку? Со стороны цен на нефть? Я думаю, возможно, наверное, три сценария. И мы, в принципе, к ним должны быть готовы. Первый это некий такой, условно назовем, дворцовый переворот, когда часть элиты, которая близка к власти, посчитает, что риски, связанные с текущей системой, основанной на ручном управлении, основанной на тотальном пренебрежении к общественным запросам, слишком велики, и начнутся какие-то какая-то модернизация, какая-то либерализация. другой сценарий это то, что называется некая точка бифуркации, это disruption point. Непонятно, откуда он придет, где может вспыхнуть спичка, но это какой-то такой острый политический кризис. Допустим, приедет 10 тысяч или 50 тысяч рабочих на охотный ряд, сядут перед Государственной Думой и никого не будут туда впускать. А ОМОН скажет, нет, вроде мирно люди сидят, мы разгонять их не будем. Будет вот такая патовая ситуация, острый политический кризис, который, скорее всего, выход из него будет связан с какими-то изменениями. И третий сценарий это такой тягучий выход из текущей ситуации. Власть будет как-то потихоньку либерализовываться, общество будет требовать и добиваться все больших уступов, региональные выборы, муниципальные. Так потихоньку в следующий раз допустим две новых партии войдут в парламент. И такая медленная либерализация, которая может занять много лет. Вот три сценария, мне кажется. Какой сейчас по-вашему наиболее вероятный? Все три? Сложно строить прогнозы. Наша стратегия должна исходить из того, что мы должны быть готовы к любому из этих сценариев. И мы так пытаемся действовать. Да, вот смотрите, если фундаментально, мне кажется существенно важным в основе перемен, которые в России нужны, это как раз изменение институтов, точнее создание некоторых из них, которые у нас пока имеются только номинально в виде таких пустышек. Это касается по сути и парламента, это касается и судебной системы, разделения властей, например, верховенства права принципа, который тоже отсутствует в нашей нынешней системе. Эти вещи фундаментальны, их ну, как бы история говорит нам, что нет единого рецепта, нет никакой книжки, где написано, как эти вещи меняются и как их создавать. Вот пока мы говорили о таких изменениях, которые понятны, они как бы технологичны, они представляют собой некие административные действия, например, армия, например, вопросы помощи предприятиям, но даже эти вещи, безусловно, застрягивают институциональные струны, так сказать, поскольку существуют интересы и поскольку те, кто противник перемен, всегда найдут способ бороться с ними, да, а как вы видите ситуацию с институциональной трансформацией, насколько вы о ней думаете, то есть какое место она занимает вот в вашем в том, как вы мыслите будущую работу. Безусловно, большой, я думаю, здесь очень показательный диалог Алексея Навального с Акуниным, который где-то три было таких статьи в начале года, я бы хотел здесь, что сказать, вот с птичьего полета, у нас, у России, у нашего общества довольно сложная история, и наше общество, наш народ, он, в принципе, не очень привык к гражданским свободам, у него нет такого значительного, значительных традиций, демократии, свободы, уважения к правам личности, развита ксенофобия, людям сложно представить место России в современном мире, и власть, вместо того, чтобы вот этот разрыв между как бы объективной реальностью и представлениями в обществе, в принципе, могла бы сокращать. К сожалению, наша текущая власть делает практически все для того, чтобы вот эти вот комплексы, вот эти вот общественные настроения негативные, которые мешают прогрессу России, они только укоренялись. Безусловно, мы думаем над тем, как вот эти вот, вот этот разрыв, если у нас будет возможность на это повлиять с точки зрения там, участия в выборных или в исполнительных органах власти, как это сокращать? Это, безусловно, очень высокий приоритет. Но я уверен, что это возможно, более того, неизбежно. Подытоживая нашу передачу, то есть я так понимаю, что вы, как и Алексей Навальный, просто неисправимые оптимисты, и все три сценария, которые вы назвали, и дворцовый переворот, и точка бифуркации, и тягучий, но тем не менее, выход, они так или иначе ведут к изменению системы. Безусловно. Мы считаем, что мы на стороне добра, и мы добьемся победы. Это просто неизбежно. Ну, то есть моральная составляющая большая все-таки есть в деятельности Навального и в вашем личном выборе, который вы сделали. Она, безусловно, фундаментальна, конечно. Она фундаментальна. Ну что ж, я думаю, что нам остается поблагодарить нашего гостя. Это был Владимир Ашурков, исполнитель, директор фонда борьбы с коррупцией, фонда Алексея Навального. Ну и нам всем, собственно, понять, что перемены возможны. И в частности, у нас в гостях был человек, который начал эти перемены с себя самого. Это была программа «Археология по понедельникам». Максим Трудолюбов у нас со-ведущий сегодня за пультом Иван Куприянов, продюсер программы Дина Турбовская. Я, ваш верный археолог Сергей Медведев. Счастливо. Увидимся. Услышимся через неделю. Доброй ночи и удачи. Спасибо.